Видите, есть три слоя жизни. Вот люди нижнего слоя вообще на мои лекции даже не придут. Они как бы, да я живу, как мне нравится, что он мне в мозге парит. Вот. Средний слой, люди, они как бы часто запутываются в жизни. И они понимают, что делать-то вообще, что делать, у меня все разваливается. Ну там, ну сходи на лекции, послушай вот Олега Геннадьевича. Ну как бы, сначала тебе будет тяжело его слушать, и потом привыкнешь, и у тебя жизнь начнет меняться. Так мне кажется. Так вам говорят примерно, да? Вот. Ну люди приходят, начинают слушать и начинают понимать, что вот эта системная ошибка, она в чем заключается, системная ошибка? Что счастье – это энергия Бога. И если мы живем для Бога, тогда мы, получается, имеем счастье. А если мы живем для себя, то счастье тает постепенно в жизни. Вот люди, допустим, для детей, для себя живут, у них энергия зацикливается внутри семьи. Это зацикливание приводит к чему? К тому, что она протухает, энергия счастья. Она должна двигаться между людьми. Больше того, мы должны с природой контактировать. У нас, вы понимаете, у нас есть три слоя жизни. Первый слой – это контакт с природой. Вот человек, допустим, на природе давно не был, он чувствует, что-то мне надо на природу. Что-то мне тяжело. Пойду на Медева, по ступенькам похожу. Вот. Что-то хороший, кстати, способ здоровым быть. Пошли вверх, поднялись. Ну, люди думают, это для удачи, как бы. Но удача в здоровье как раз будет. На здоровье привается. Вот. Первый способ контактировать с природой. Дают здоровье человеку. А здоровье же нужно для того, чтобы психика хорошая была, спокойная, для работоспособности, для хорошего пищеварения. Много-много для чего, понимаете? Здоровье нужно в жизни тоже. Вот. А второе, а девочку надо забрать, потому что она привлекает же внимание, она маленькая. А я уже старый. И все будут на нее смотреть. Что на меня смотреть? Вот. От детей идет энергия счастья, естественно. Поэтому все, оп, и все, лекция закончена. Вот. Второй вид естественной, правильной жизни это служение людям. Причем это целая такая наука, сложно понимаемая. Понимаете? Если, допустим, вот женщина, чтобы выйти замуж, она должна просто силы уметь. Это просто сила. Эта сила идет от служения людям. Как мышцы качать, понимаете? Причем особый вид служения. Что такое замужество для женщины? Это защита. Какая женщина может быть защищена? Та, которая дорога людям. Прямо сказать, дорога людям. Вот когда она становится дорога людям, она как бы всех любит, о всех заботится. Вот такая вот. Она становится красивой. Потому что красота у женщины принадлежит Богу. И Бог говорит, о, вот это классно, ее надо брать замуж. Ведь это естественный отбор. Ну, то есть, она служит всех, всех заботится. Вот хорошая девушка, надо брать замуж. И много-много желающих. Она будет выбирать еще. Но если девушка замкнута на себе, как бы она в депрессии, мечтает замуж все время, она некрасивая становится. Никто ее не возьмет. Видите, взаимоотношения с людьми дают опять энергию Бога. От природы энергия Бога какая приходит? Здоровье. От людей приходит сила, человеческая сила. Или, допустим, вот человек, допустим, любит труд. Ну, допустим, он любит труд, но работать негде. Там подработал, там, но он любит труд. Люди же заметят, что он любит труд, а такие нужны, понимаете, потому что, если человек не любит труд, что его держать-то? А этот любит. И сразу раз, ну, давай у меня работай. И он такой репу чешет, что-то денег не хватает, пойду, наверное, еще куда-то. Он говорит, а что, сколько тебе надо? Ну, столько. Ну, хорошо, давай вот такой должности. Там ты хороший человек, я хочу тебя оставить у себя. Ну, нормально, если начальник понимает, человек любит труд. Ну, оставит. Если человек верит старших, уважает старших, он, понимаете, смотрит на старшего, такой верный человек. Для старших, вот для человека, который управляет людьми, самая большая ценность, это верные люди. Запомните, самая большая ценность, верные люди. потому что все кидают, кому не лень. И он такой, он уже, ну, если он опытный старший, он думает, о, этот верный человек, он сразу смотрит, где его можно развить, где его можно поставить, чтобы заткнуть какую-то дырку. Начинает его образовывать, раз, и тот пошел расти вверх по служебной лестнице. Почему? Потому что он верит. Старший, это те, кого Бог поставил старшим. И он чувствует Бога через этих старших. Это тоже называется сила в отношениях человеческих. Видите, я вам разные виды силы показываю. Для мужчины, допустим, он в отношениях с людьми проявляет себя ответственно со всеми там. Ответственно. Это сила мужская уже такая. И вот это мужская красота. Если мужчина так заботится обо всех, серьезно себя ведет, женщина, они просто млеют от такого, они увидят такого мужчину, и говорят, Бог ты мой. еще не женатый пока. Так это вообще просто мечта. Так, женщина или нет? Вот ответственность, серьезность, заботится обо всех такой, всех уважает. Это вообще мечта просто. И сразу влюбляется девушка. Сразу. Она, конечно, попробует, там глазки посмотрит, как реакция. Реакция хорошая, сразу влюбляется. Все, хороший человек. Я вам о чем сейчас говорю? Я вам говорю о том, что Бог живет в людях. И если мы служим Богу через людей, то у нас не будет проблем с жизнью. все слои социальных проблем решаются через служение людям. даже вплоть до того, что человек, который уважает правительство, ну, что Бог дал, вот мы живем. Ну, понятно, уважать означает принять, переварить, как и мужа тоже так же. Здесь у всех свои недостатки есть. то его даже не смогут милиции ничего с ним сделать, потому что он иммунитет имеет, понимаете. Вот на человеке видно свой-чужой. Милиционеры, они смотрят свой-чужой, свой-чужой. А он свой. Когда человек уважает старших, он милиция смотрит, о, свой. И она так с ним по-другому уже. Один человек подошел ко мне и говорит, я что-то в Казахстане не могу никак вот найти себя. Там другая проблема была. А я говорю, а вы мусульманскую культуру уважаете? Я его спрашиваю. Он говорит, нет. Я говорю, тогда мотайте туда, где культуру уважаете. Здесь вы не найдете себя. Потому что вы здесь чужой человек. Это взаимоотношение с людьми. Вот Бог дал здесь такую веру людям. Уважай ее, иначе у тебя не будет развития. Уважай культуру, веру. Вот я уважаю все приходящие.